Временный мост Выясним у псковичей, как они к этому относятся. Пойдем? Вы слышали, Ольгинский мост будут ремонтировать? Нет, не слышал. Большая реконструкция ждет Ольгинский мост. Где он находится, знаете? В центре города у нас. В центре. Его будут ремонтировать и возведут временный мост. Это в районе Профсоюзный и Роза-Люксембург. Вот как вы думаете, это удобное будет место или не очень? Я думаю, другого места просто не нашлось, а машинам все равно как-то ездить надо. Поэтому, наверное, это лучшее, что было, когда выбирали. Ну а вот если представить тебя на месте жителей этой улицы, вы бы возмущались? Что бы вы чувствовали? Наверное, нет. Потому что мост все равно реконструировать надо, а это временное явление. Но временное на несколько лет. Что поделать? Ну, конечно, жители там живут, им будет неудобно. А я как бы живу далеко, мне без разницы. Ну а всем остальным с точки зрения транспортной разницы? Ну, я понял. Я и говорю, что... Только жителям, только близлежащих улиц или других? Ну, я думаю, что больше всего неудобства будет им. Как бы мне все равно, откуда, к какому мосту ехать. Большие неудобства будут для людей. Очень большие. Они не готовы бояться за шум, бояться за деревья, за двор. Как бы их тоже можно понять по большому счету? Ну, я не знаю. Я в том районе не проживаю, поэтому... Поэтому нас все устраивает. Пока. Но в том месте это неудобно. А почему неудобно? Ну, как автобус там будет ходить? Ну, они же, наверное... Улица узкая. Я думаю, что жителям этой дороги все-таки будет тяжело, которые рядом находятся, потому что такой поток машин будет непривычно слышать. А как считаете, вообще нужен временный мост? Может, и без него можно было бы обойтись? Ну, я думаю, что Ольгинский мост был таким очень главным мостом, потому что там довольно большой поток машин. Поэтому я думаю, что да. В принципе, необходимо было найти какой-то вариант. Я так понимаю, что другого не нашлось. Но будет тяжело. Любой мост – это артерия, которая соединяет разные части города, и не только в Пскове, как и во всей стране. Это мост жизненно важен. И мы знаем много примеров, когда даже небольшая авария на мосту, какая остановится сразу пробка. Конечно, машин много, это надо учитывать. И временное сооружение, конечно, это какой-то подспорь хоть какой-то. То, что нужно делать, ну, к сожалению, да. Мало того, у нас еще в генеральном плане развития города было строительство еще одного моста. Это в районе радиозавода, который должен был выйти к шпагатке на ту сторону. Поэтому, наверное, еще раз подтверждает обоснование, что строительство еще одного нового моста, капитального, невременного капитального, точно нужно Пскову. На мой взгляд, нужно разрабатывать схему с участием объездных трасс, которая позволила бы на время строительства Ольгинского моста иначе выстроить схему транспортного движения в Пскове. Да, она не будет комфортной, это совершенно очевидно, но она будет, именно она и будет той временной схемой, к которой привыкнут люди. Но я бы сделал другую, если возможно, вещь. Я бы подумал о комфортной для людей временной пешеходной переправе через Великую, которую веками строили через эту реку наши предшественники. Она могла бы действовать в зимнем варианте, могла бы действовать в летнем варианте. То есть я бы разделил транспортные потоки и потоки человеческие, людские. И здесь, как мне представляется, место на разумном расстоянии от центра города могло бы быть найдено. Не обязательно это должен быть мостик, соединяющий улицу Профсоюзную с улицей Роза-Лексембург. Вот реально его невозможно прямо построить. Там в 100 метрах одна улица находится, а другой на противоположных сторонах рек. Но это место можно было бы найти, эту пешеходную переправу создать. Люди были бы очень благодарны. Она была бы легкой, она не потребовала бы больших денег. Я вообще не исключаю, что в летнее время она могла бы быть понтонной, да и в зимнее, кстати говоря. Какие-то месяцы во время явной непогоды, ледохода и ледостава, она бы, наверное, не действовала. Но я бы ограничивался временной пешеходной переправой с минимальными затратами бюджета. А машины, ну что делать? Эта машина, она едет быстро. Будут использоваться два моста 50-летия октября и мост Александра Невского. Это трудно, но я вижу это оптимальным решением. Меня может снести ветром оператора, замести снегом, но мы все-таки постараемся показать вам, где намечается строительство временного моста. Вот прямо за мной. По нашему общему мнению, где бы ни возводилась эта конструкция, всегда найдутся люди, которым это доставит неудобства. Моста нет, но вы держитесь. Результаты аналогичного опроса на сайте pln24.ru вы видите на своих экранах.